Если вы выкидываете мусор в неположенном месте, они к вам придут. В Красноярске появился отряд экологической безопасности. Его сотрудники, как настоящие спецназовцы, прячутся и выставляют ловушки для преступников. Какие задачи поставили новому подразделению и какие у него есть полномочия, расскажем в следующем сюжете. Получается, мы организовываем засады обязательно. Сидят в засаде и ловят тех, кто загрязняет город. В Красноярске появился новый мобильный отряд для борьбы с несанкционированными свалками. Сначала специалисты находят горы разного мусора, а потом начинают следить за территорией. Там, куда часто приезжают машины и появляются новые колея, устанавливают фотоловушки, чтобы выяснить всю информацию о владельцах авто и собрать доказательства нарушений. Это нарушение в любом случае идет в законодательство, поэтому мы с этим боремся. О местах появления новых свалок сообщают активисты и просто ответственные граждане. Таких обращений поступает довольно много. Каждая заявка обрабатывается. На место выезжают специалисты, они проводят замеры территории, определяют типы, класс опасности отходов, собирают всю информацию о собственнике территории и передают дело в суд. Нужно определить по кадастровому номеру данный участок и определить его принадлежность. С помощью нового отряда все свалки будут на карандаше у специалистов. Теперь мало кто из нарушителей сможет уйти от ответственности. Фиксируются номера, фиксируется свалка самого мусора. Это очень обязательно, чтобы доказательство. Потому что в любом случае после работы мобильной группы, нашей оперативной, и уже после завершения мероприятия получается ведомством, непосредственно инспекторами, выносится уже все дело, передается в суд. Если виновник устанавливается, то он получает судебное решение по ликвидации данной свалки и, соответственно, плюс штраф. Каждый год на территории края появляется примерно 800 новых свалок. Ликвидировать удается примерно три четверти, а работа по остальным переходит на следующий год. В Министерстве экологии надеются, что появление нового мобильного отряда позволит эффективнее бороться с мусором. Должно помочь и финансирование. В этом году расходы на ликвидацию свалок впервые заложены в краевом бюджете. Ответственность должны нести все, как собственник участков, так и водители, которые совершают это противоправное действие. На основании собранных доказательств мы уже будем работать с водителями. Самое важное, что вот в этой работе, это заставить вывести все на законное место. То есть привести земельный участок в надлежащий вид. За три месяца с помощью мобильного отряда выявили девять несанкционированных свалок. Двух водителей уже штрафовали на 40 тысяч рублей. Пока в отделе экологической безопасности работает всего восемь специалистов. И они вынуждены отрабатывать каждое скопление мусора в одиночку. Но если отдел покажет свою эффективность, то его численность обязательно увеличится. Григорий Горячих, Павел Иваницкий, 7 канал.